Девушки отдыхают В конце войны Соединенными Штатами Америки против японских городов Хиросимы и Нагасаки было применено ужасающее по своей жестокости оружие, сброшенные атомные бомбы. Японцы хорошо помнят, что написано на монументе, установленном в месте взрыва в Хиросиме. На нем начертано, ошибка не должна никогда повториться. И это олицетворяет клятву не только жертв атомной бомбардировки, но и всех озабоченных граждан мирового сообщества. Это, конечно, следует понимать и как торжественное обещание возрожденной японской нации, обещание, в основе которого чувство глубокого покаяния Японии, что носло свое проявление в отказе от войны как средство разрешения международных конфликтов и провозглашения отказа от всех видов ядерного оружия. После долгих лет момента атомной бомбардировки, господин Обама в мае 2016 года впервые в качестве президента США посетил Хиросиму и возложил цветы к мемориалу жертвам взрыва. Этот жест был воспринят как молитва политика, разделяющего чувства всего человечества. Однако, к большому сожалению, мы не можем быть уверены в том, что это деяние должным образом будет воспринято и продолжено следующим правительством Соединенных Штатов. Я могу утверждать, что и сегодня большинство японцев чувствуют вину за Вторую мировую войну, которую развязали японский милитаризм и германский нацизм. И как результат, мир и демократия с тех пор глубоко укоренились в общественных и законодательных представлениях и установках нашей страны. В июле 1945 года была обнародана Потсдамская декларация, однако японское правительство, от которого союзники потребовали незамедлительно ее принять, под воздействием экстремистских милитаристских сил, продолжало колебаться. Тем временем, применив первую атомную бомбу 6 августа, затем 9 августа военно-воздушными силами США, была сброшена и вторая атомная бомба, после чего в войну против Японии вступил Советский Союз. Правительство Японии после острых, но безнадежных споров с трудом было вынуждено принять Потсдамскую декларацию. 14 августа император издал императорский рескрипт об окончании войны, который на следующий день был зачитан по радио на всю страну. Действительное подписание акта капитуляции перед Объединенными силами произошло 2 сентября, хотя японская армия еще продолжала военные действия в определенных районах. Сложилась ситуация, когда некоторые части и подразделения японской армии отказывались признать поражение в войне и призывали к решающему сражению на территории японской метрополии. С другой стороны, американцы еще в мае, сразу после капитуляции нацистской Германии, завершили разработку плана оккупации Японии. По этому плану высадка американского десанта на остров Кьюсю намечалась на 1 ноября 1945 года, а захват района Канто, где расположен Токио, откладывался до марта следующего года. Японо-Советский пакт о нейтралитете сохранял свою действенность до апреля 1946 года, но Советский Союз объявил с 9 августа 1945 года войну Японии и его вооруженные силы открыли на Дальнем Востоке свои военные фронты. Эти действия были обусловлены Ялтинским соглашением трех великих держав – США, Великобритании и СССР. Окупация Японии и управление ею осуществлялось единолично с Соединенными Штатами. В отличие от германского варианта, когда в оккупации и управлении принимали участие четыре объединенные нации, американцы управляли Японией как бы косвенно через правительство Японии, избранное всенародным голосованием. Новая конституция Японии была обнародована осенью 1946 года. В ее девятой статье недвусмысленно провозглашался отказ государства от войны и обладания вооруженными силами. Япония в той или иной степени придерживалась этих положений Конституции на протяжении 73 лет, несмотря на участившиеся попытки ультраконсервативных сил их изменить. При составлении действующей Конституции в качестве модели был взят Парижский пакт об отказе от войны 1928 года, участниками которого были как США, так и СССР. На протяжении семи десятилетий националистические силы Японии в согласии и по требованию ультраправого крыла американской политики предпринимали настойчивые попытки внести в Конституцию изменения. В частности, в центре их нападок была и остается девятая мирная статья Конституции Японии. Однако я могу заверить, что общественное мнение Японии занимает критическую позицию в отношении военной экспансии и особенно решительно выступает против ядерного вооружения. На сегодняшний день Япония по большому счету все же остается страной относительно не столь сильно вооруженной, если исходить из ее экономической мощи. Ее военная мощь ограничена принципом ориентации на оборонительное вооружение. Военный бюджет Японии колеблется в пределах 1% ВВП страны. В связи с этим наибольшей проблемой остается японо-американский военный договор и связанные с ним пакты и соглашения. К сожалению, из-за временных ограничений я не могу затронуть подробно этот важный, но очень сложный вопрос. Но хочу вас заверить, что основная часть общественного мнения народа Японии твердо выступает за сохранение нашей страны как миролюбивого государства, сделавшего правильные выводы из уроков огромных жертв в годы прошлой мировой войны. Наши люди на основе этих выводов со всей определенностью выступают за то, чтобы Япония была вне любых враждебных военных действий. Мы, как члены неправительственной организации, и я лично, как представитель академического сообщества, присоединяемся к людям во всем мире, выступающим за одобренный в сентябре 2017 года Генеральной Ассамблеи ООН договор о запрещении ядерного оружия. Мы требовали и продолжаем требовать, чтобы правительство нашей страны, которое не присоединилось к этому договору, изменило свою позицию и проголосовало за него. Ибо такая позиция согласуется с клятвой, нанесенной на монументе в Херосиме. Ошибка не должна никогда повториться. Благодарю за внимание.